всем привет это канал михтеев news если вы смотрели мое прошлое видео то наверное помните о том что я рассказывал как заряжают пистолеты разные люди там либо это профессионалы либо это любители либо это инструкторы ну там и все кто имеет доступ к стрельбе и он также показал как заряжать холощенный пистолет и может быть вы помните я вам говорил о том что все по-разному заряжают охолощенный пистолет разное количество патронов кто-то 5 кто-то 6 кто-то 7 кто-то 8 я обычно заряжаю 5 когда стреляю прошлого когда снимал видео я заряжал 6 патронов и сейчас я расскажу почему это делаю и расскажу почему я заряжаю 5 или 6 патронов тот кто знаком с охолощенными макаровыми ну пистолет макарова пм в нашем случае тпм r411 от джевского завода так вот тут у знаком с этими пистолетами наверняка заметил и обратил внимание и знает что обойма охолощенного пистолета она отличается от боевого вот смотрите конкретно в нашем случае с охолощенным нашим пистолетом смотрите вот этот на этот паз он уже чем обойма боевого макарова вот смотрите это охолощенный это боевой давайте так поближе покажу вот это охолощенный это боевой ширина вот этого паза она отличается ну и также вы помните что охолощенный пистолет для стрельбы из охолощенного пистолета и пистолета используются патроны под названием 10 т.к. на то есть вот так вот выглядит упаковочка на это 10 такая вот так выглядят сами патроны то есть они бывают кстати вот здесь маркировка различные до считается что от цвета зависит звук или как не звук мощность звука и возможно там мощность света если если стрелять в темноте ну вот эта маркировка она бывает зеленый бывает красный говорят что красные вроде как усиленные так друзья почему 5 или 6 или 7 или 8 что происходит когда мы заряжаем обоймы этого пистолета охолощенного здесь немножечко да так как вы помните все что писали деактивированные деактивируем там все и обойма в том числе магазин в том числе деактивируется поэтому формы чуть-чуть форму вот этих посадочных мест или патронов они чуть-чуть различаются различаются вот эти стороны здесь они как будто бы немного спиленные мы говорим сейчас про охолощенный точно обоймы из комплекта этого пистолета в боевом они смотрятся по-другому даже если вы будете заряжать до холостыми патронами эти магазины вы увидите разницу то есть вот в боевую обойму на входят все очень легко и просто вообще так раз и все как по маслу в охолощенную обойму чуть-чуть ходят по-другому хотя и сейчас по полной программе то вы почувствуете разницу давайте сейчас попробуем зарядить давайте 6 патронов в охолощенную обойму сначала первые два идут более-менее нормальные уже с третьего начинается чуть-чуть заряжать сложнее а естественно уже этом шестому патрону будет еще тяжелее будет сложнее почему потому что смотрите какой останетесь остается да так рассчитан для того чтобы не забивать полностью скорее всего это делать для того чтобы не переделывать не переделать охолощенную обойму в боевую давайте также сейчас снабдим патронами боевую обойму здесь она идет практически одинаковому мне кажется что чуть-чуть полегче чем заряжается охолощенный магазин все зарядка завершена теперь что мы делаем далее что мы делаем далее смотрите если мы ставим охолощенную обойму передергиваем затвор и хотим остановиться допустим во время стрельбы хотим не хотим продолжать дальше стрельбу ну то есть что получается мы сняли с предохранителя передернули он готов пистолет готов к стрельбе но вдруг мы передумали что мы делаем нам нужно нам нужно достать патрон мы снимаем вынимаем наш магазин заряженный что мы делаем да мы перещелкиваем обоим затворным для того чтобы патрон вылетел все патрон вылетел у нас и так я поменял ракурс до чтобы вам было видно потому что я дергает рукой и мне не очень удобно показывать с левой стороны и так мы вставляем обойму снимаем с предохранителя передергиваем все патрон у нас патронники но вдруг по каким-то причинам мы расхотели на стрелять что мы делаем мы ставим нужно просто этом пространстве можно не ставить мы вынимаем обойму и нам нужно убедиться что патрон у нас извлекается и так мы зарядили в каждую обойму по 6 патронов и давайте теперь мы добавим еще ну например один или два патрона и вот смотрите 7 патрон уже идет с большим трудом и восьмой патрон еще сложнее причем это случается и сам с магазином с обоймой для охолощенность имеют с собой мы и это же случается с боевой обойтой хотя здесь как я уже говорил идет чуть чуть полегче и вот восьмой принципе зашел достаточно легко почему вот конструкция нижней части она отличается я сейчас не точно не могу сказать чем именно да но длина вот этой пружины вот этого механизма в боевой обойме в его магазине она короче чем похваченном далее форма форма холостого патрона как вы знаете тоже часть ну естественно головка другая патрона то есть это нижняя часть все одинаково гильзы одинаково практически головка другая что получается когда вы забиваете полностью магазин охолощенного из охолощенного пистолета его родной магазин у вас утыкание происходит вот в этой части и вы теперь не можете достать спокойно вот этот патрончик вверх ну 8 скажем да вот смотрите все он уткнулся невозможно его достать вы не можете не продавить пружину до конца потому что здесь уже практически максимально и вы не можете вытащить патрон в легкую то же самое происходит и здесь сейчас я вот не куда почему смотрите боевой обойме потом вообще уткнулся посмотрите как он уткнулся наткнулся вниз из-за того что форма головка патрона выглядит по-другому вот посмотрите все патрон он получается относительно вот вот эта вот эта линия да он находится под углом посмотрите я надеюсь вам это вам это видно и вы также не можете несмотря на то что вы можете еще немножко продавить пружину вы не можете достать патрон просто без вот какого-то приспособления хотя нет у меня сейчас получилось но это потому что я сейчас смотрите я приподнял кончик и достал давайте попробуем то же самое сделать вот здесь выхолощенной обойме выхолощенной обойме почему-то не получается вот не идет у меня может быть у вас получится у меня не получается я достал ручку давайте попробуем вместо отвертки использовать ручку потому что однажды я так пробовал и доставал потом с помощью отвертки то есть я приподнимал здесь на и пытался достать внутрь сейчас у меня к сожалению не получается мне нужна отвертка чтобы достать патрон или либо еще есть один способ вы можете пружину вот так выжать до конца и у вас патрон по идее должен должен провалиться обратно сейчас я попробую вот так вот сделать нет не провалится придется идти за отверткой разимая отвертка я не нашел чтобы вас не томить я взял что мне попался в случае это напильник так вот я беру значит нажимаю выжимая до конца эту пружину и вот так поправим и патрон по идее должен уже выскочить и он приподнял да он не выскочил попробуем следующий который был с трудом да это тоже утыкается и также надо его опять раз ослабить пружину и попробовать его вытащить вот так его тоже приподнял нет это к сожалению так быстро не получается я достал следующий патрон и теперь остальные патроны уже идут достаточно легко они уже вынимаются спокойно из охолощенного магазина вот вы видите что получилось почему это показываю потому что такое может случиться и при стрельбе а это будет неприятно если вы захотели так быстренько съездить в лес или сходить прогуляться и пострелять и у вас не будет под рукой какой-нибудь отвертки или что-то такого твердого то вы не сможете ну вы не сможете достать патрон случае с боевой обоймы если у вас есть боевая обойма вторая к вашему пистолету как в моем случае то вам конечно повезет больше потому что с из боевой обоймы и за счет того что форма здесь все-таки другая предназначен для похожих патронов боевых но они напоминают с другой головкой то в случае с боевой обоймой можно приподнять патрон пальцем и принципе вот пожалуйста ваш 8 вот 7 все остальные патроны уже пойдут достаточно он ведь улетел как легко вот что еще хочу рассказать вам про охолщенном магазине допустим мы заряжаем три патрона три патрона давайте зарядить зарядим или зарядим честно говорят наверно зарядить так быть правильно три патрона да вы готовы стрельбе что вы делаете вы снимаетесь с предохранителя передерегите затвор и готовы произвести выстрел но вдруг по каким-то причинам вам нужно остановиться что мы делаем пистолет заряжен вы помните обоймы внутри так вот мы начинаем доставать мы должны извлечь о извините комары летают всегда моих видео почему-то летают комары мы должны извлечь патроны из патроника что мы делаем мы делаем вот так раз вылетел патрон решил немножко поменять тактику и зарядить не три патрона а 6 патронов давайте попробуем и так вставляем обойму или магазин на место снимаясь предохранителя передергиваем затвор и мы готовы стрельбе и вдруг до повторить по каким-то причинам мы решили остановить стрельбу что нам надо делать нам нужно извлечь патроны из патроника и мы начинаем делать следующее передергиваем обойму раз два три четыре пять шесть все друзья мои все шесть патронов вылетели вы наверное заметили что в конце я рассмеялся я сейчас объясню почему вообще это видео изначально было задумано для того чтобы показать вам как утыкаются патроны как они могут утыкаться при стрельбе они могут утыкаться при доставании из магазина и самое главное как они могут утыкаться когда мы решили прекратить стрельбу и вытащить их их из патроника сейчас я попробую еще раз зарядить теперь боевой обоймы попробуйте что будет при извлечении боевая обоима заряжена сейчас мы вставляем пистолет снимаем с предохранителя передергиваем все готовы стрельбе стрельба не нужна начинаем выдергивать поехали и смотрим уткнется патрон или не уткнется раз два три четыре пять опа вот друзья мои вот получилось то что я хотел вам показать предположений несколько либо либо эта форма патрона и они она не дает нормально выскочить потому что здесь пистолет в разных частях местах и деактивирован и естественно патроны холостые то все деактивировано все под холостую стрельбу возможно я недостаточно быстро передергиваю обойму для раму для того чтобы для того чтобы патрон выскакивали патрон утыкаете периодически но сейчас при таком не быстром неспешном движении патрон тыкается но сейчас смотрите обратил внимание до этого я пробовал когда у меня была появилась идея записать это видео показать вам мне патрон утыкался вот под углом сейчас патрон просто остался в стволе и затвор на раме вот он смотрите и вот он принципе все он выпал я вот смог достать прошлый раз у меня так легко не получилось я его доставал при помощи отвертки то есть залезал внутрь ковырялся и мне тогда получилось обойма пустая на мы же всегда делал все безопасно обойма пустая все затворная задержка сработала контрольный спуск все на всякий случай да еще раз того смотрите все пусто ставим на предохранитель друзья пишите в комментариях возможно я что-то делаю не так возможно я ошибаюсь возможно это мое мнение неправильно но опять-таки повторюсь это просто я пробовал на себе и поэтому решил вам это показать возможно у вас все получится лучше спасибо что посмотрели это был канал михтеев news всем пока